Это коричневый паук-отшельник. Каждый год эти пауки кусают тысячи невинных жертв. Быстрый укус доставляет в тело жертвы ядовитый коктейль из протеинов и энзимов, убивая насекомое и делая его более легким для переваривания. Привет, страж! Меня зовут Джонни Лейни, это канал Triple Vibe... Ладно, аккаунт не мой, аккаунт нашего оружейника. Сегодня мы говорим с вами о новой сезонной пвп-пушке Паук-отшельник. Как ее получить, где использовать, точно ли она вам нужна, и приправим все это небольшой щепоткой цифр. Итак, пистолет-пулемет Паук-отшельник. Когда Банжи объявили в своем блоге, что в этом сезоне главной наградой для пвп-игроков будет пистолет-пулемет, этого, мягко говоря, не поняли. В текущей мете повального использования револьверов, шотганов и импульсных винтовок кажется, совсем нет места крошечным пулеметам, но Пауку удалось пролезть в горнило и навести там шороху. Давайте начнем с того, как получить Паука. Чтобы получить эту пушку, вам нужно забрать сезонное поручение у Лорда Шакса в башне. В нем указано, что следует выполнить триумф героические подвиги, а значит, набить 2100 очков в состязательном плейлисте и одержать определенное количество побед, которое измеряется процентной шкалой. Победы учитываются из любых матчей, но в железном знамени и в состязательном плейлисте они приносят наибольшее количество очков к прогрессу. Кстати, полезный совет. Возьми поручение на всех своих персонажах. После выполнения триумфа ты сможешь забрать пушку к каждым персонажам и распылить ненужные, если две, то на 14 улучшающих ядер. Теперь смотрим перки. Паук Отшельник, The Reckless в оригинале. Оружие во второй слот с пустотным уроном. Из перков у нас тут полигональные нарезы, которые увеличат стабильность на 10 единиц, рикошетные патроны, которые также 10 единиц добавят к стабильности и слегка увеличат дальность на 5 единиц. Перк Питающая Ярость, который поможет быстрее перезаряжаться после убийства, и Оружейный Мастер. Убийства из любого оружия ненадолго увеличивают урон, наносимый этим оружием. Это главный перк этого пистолета-пулемета, который и делает его ужасающе мощным. Далее мы перейдем к разбору цифр, и вы увидите, почему эта ППшка точно достойна вашего внимания. Но сначала спонсор этого видео. Если у тебя нет времени на фарм, если надоело мучиться с ПВП этапами квестов ради тех же сезонных пушек, или квестов на шип, и последнее слово, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов, и сделают это быстро и качественно на любой платформе. Заветный лунный вой, желанный экзот, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сайте двинг.нет. По промокоду ТриплВайп ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%! Теперь сыпанем немного цифр. Как убивает эта ППшка без активированного перка оружейного мастера? Максимальная эффективная дальность составит 18,5 метров. Попадание в крит снесет 19 единиц урона, а попадание в боди всего лишь 11 единиц. Количество требуемых попаданий для убийства 10 критов и 2 в боди за примерно 0,7 секунды, 18 бодишотов за 1,13 секунды. Если честно, глядя на эти цифры без активированного перка, пулемет не является чем-то выдающимся, и вряд ли бы я рекомендовал его использовать вот просто так, наголо. Но давайте посмотрим на цифры с активированным оружейным мастером. Максимально эффективная дальность не изменяется, также 18,5 метров, а вот попадание в крит и в тело наносят 25 единиц урона. При таком раскладе количество требуемых попаданий для убийства сокращается до 8 попаданий, а время убийства ТТК до 0,43 секунды, это невероятно быстро. Увеличиваются и критические попадания, и попадания в тело, то есть только знай-зажимай. Перк работает 4 секунды и обновляется каждый раз, когда вы убиваете врага. Не забывайте перезаряжаться после каждого убийства, проще всего с этим на охотнике с уклонением. При этом стоит помнить одну важную вещь. Если вы убили врага с помощью паука-отшельника, то перк срабатывает сразу же, если вы убили с другой пушки, то у вас есть 3 секунды, чтобы сменить эту пушку на пистолет-пулемет и активировать оружейного мастера, который будет работать те же 4 секунды. С чем ее использовать? Револьвер, импульсная винтовка, в общем, то оружие, которое позволит вам эффективно покрывать расстояние, на котором не способна хорошо работать ППшка. Но, сделаем поправки на разные платформы. Если брать консоли, то в большинстве случаев эта ППшка будет встречаться в быстром плейлисте. В то время как в состязательном плейлисте игроки скорее будут продолжать использовать лунный бой и в памяти навсегда, так как эти пушки слишком хороши и менять их кто-то вряд ли захочет. А вот на ПК ее можно будет встретить и в состязательном плейлисте, поскольку при мете пикового туза, при новичках жив и последнее слово, их можно комбинировать с пауком весьма удачно. Многие недооценили этот пистолет-пулемет, когда его анонсировали, ведь это пистолет-пулемет, камон! И так и есть, без активированного перка, да, паук не представляет из себя что-то сверхъестественное. Но с активированным перком вы просто не поверите своим глазам. В этом плане пушка отлично сбалансирована, и по работе перка чем-то напоминает палаш или клинок Резрикса. Однако ППшка работает куда уж лучше. Ну и как заметили многие игроки, наконец-то появилось оружие, которое помогает или даже вынуждает играть агрессивно в Горниле. А это опять же идет на пользу динамики. Мы обязательно также разберем другие сезонные пушки, винтовку разведчика Авангарда и пулемет из Гамбита. Чтобы не пропустить эти ролики, поставь лайк, подпишись на канал и услышимся в других видео. Счастливо, Страж! Страж!